Всем привет! Меня зовут Баграш Дмитрий. Не удивляйтесь, я родился в Москве в 1968 году. С 1992 года живу здесь, в Германии, в Берлине. И где-то два с половиной года назад начал активно действовать против Путина. Против того, что натворил и творил этот человекоподобный президент. Изначально у нас было несколько акций напротив российского посольства. В той стороне мы, кстати, сейчас находимся с вами возле Бундесканцлерамта. Это центр исполнительной власти. Вот, в 42 метрах мы даже измерили. И в 100 метрах от Бундестага. Я понимаю, что вы украинцы, я понимаю, что очень плохо относитесь к Навальному. Но мы организовали первый наш эвент, когда Навального отравили. Отравили в России. Отравили по приказанию вот этого вот Путина. И это был протест не за Навального, а протест за то беззаконие, которое творит Россия сейчас на государственном уровне. И я, видя прекрасно, что с 2014 года, особенно с момента вторжения начала войны в Украине, и до этого многие российские оппозиционеры не достигли желаемого результата. А я, придя из бизнеса, у меня была своя фирма, я разработал программное обеспечение для автомобилей, видел, что нам нужно немножечко изменить вектор. Я была волонтером на центральном вокзале, он тут недалеко. Я помогала в отделе з тваринками людям, которые приезжали сюда. Мы направляли их медицинскую помощь, ежу, водичку и все інше, просто информацию. И потом я ездила на тиждень в Киев, и когда уже вернулись, на жаль, там перенесли, уже закрыли наш волонтерский пункт. И мы гуляли с подружкой біля Рейхстагу. Вперше вирішили просто выйти, пройтись. Та на одной из страниц, в 10 каких-то украинских группах, их уже безлечных грамм, я, значит, шла, побачила Путіна окривавленного. Мені стало дуже цікаво, что это таке. Я поняла, что тут будет что-то абсолютно проукраинское. Украинское. Робимо акции, все, вси можливые. Вимагаем оружие, спилкуемся с всеми людьми, надаем голос. Ну, робимо все можливое. Да и просто такое место, чтобы поспілкуваться с украинцами, трошечки відчути себя, как дома. Потом, когда началась война в Украине, вот эта вот горячая фаза 24 февраля, я попытался попасть в украинскую армию. Меня не взяли. Не взяли. Я уже обивал пороги и посольств, и администрации Зеленского, писал, исполняя все-все алгоритмы, которые предложены для того, чтобы попасть в российский батальон, даже в грузинский. Я с мамукой разговаривал. Но меня не взяли, потому что место рождения Москва. И я понимаю, что сидеть... Я не знал, как украинцам смотреть в глаза. Просто не знал, как смотреть в глаза. Тем более, что мои друзья, близкие друзья погибли в Харькове. Поэтому я решил, что нужно сделать что-то такое, что действительно будет эффективно. Что сейчас нужно Украине? Ведь на третий день после начала агрессии Шольц заявил о том, что будет поставка оружия. А поставки оружия не было. Он заявлял, он говорил и тем самым немножечко дезавуалировал нашу деятельность. Поэтому мы сделали здесь, против канцлерам, повторюсь, два пути показали. Как бы две улицы. Улица к победе и улица к поражению. То есть мы показываем, что да, сейчас война идет. Это всем известно. Не оспаривает никто то, что Россия напала. Но если Германия не будет поставлять своевременное оружие, если Германия не будет активно лоббировать вступление Украины в ЕС, если Германия не откажется от энергоносителей, если Германия не будет в уголовном порядке преследовать российских агентов влияния, то тем самым, это улица к поражению, в конечном итоге Германия будет вынудить Украину подписать мирное соглашение с Россией, что продолжит вот эту кровавую поступь российского режима по всему миру. Не только в Украине, не только в Молдове. В Германии здесь то же самое. Я в интервью многим немцам сейчас говорил, что если вы будете продолжать газ, то не удивляйтесь, что в 5 утра вот здесь вот напротив Бундестага будут стоять российские танки. А вот улица к поражению, видите, у нас все плакаты пронумерованы. То есть у нас тематически одинаковые тезисы на каждом из плакатов, по каждому номеру. Но здесь Германия поставляет своевременное оружие, лоббирует Украину для того, чтобы она вступила в ЕС максимально быстро, отказывается от энергоресурсов, российских пропагандистов преследует в уголовном порядке, и в конечном итоге Германия выходит в авангард стран, победивших вместе с Украиной вот эту вот кровавую российскую чуму фашизм 21 века. Через неделю после того, как мы здесь встали, а наши аргументы, надо вам сказать, обойти-то практически невозможно. Поэтому после того, как мы здесь встали через неделю, из Украины сообщили, что пошло, вот каким-то образом пошло оружие. Потому что мы здесь заявили еще до начала акции, когда вот рассылали пресс-релизы, что у нас будет здесь стена позора. Позора для тех чиновников и депутатов Бундестага, которые голосуют против поставки оружия. Мы хотели и даже уже составили список вот этих вот людей, но не сделали, потому что угроза, она гораздо более эффективна, нежели действия. Мы будем здесь стоять, ну по крайней мере до 30 августа, а может быть и больше и дальше. Мы планируем здесь вместе с аллеей жертв сделать еще и интерактивный музей войны, чтобы показать не только зверство россиян, а еще и показать актуальность войны. Потому что для многих в Германии сейчас война, ну от войны, от слова война усталость. И нам нужно это победить, изменить. Мы расширили нашу экспозицию тем, что поставили здесь стенды Чечни, в 1999 году открылась вторая чеченская война, которая привела Путина к власти. И чеченский народ понес невероятные потери. 300 тысяч человек погибло. Поэтому мы поставили экспозицию Чечни, как все это начиналось. Дальше Грузия. Сейчас у нас будет потом еще, я надеюсь, экспозиция Белоруссии. То есть кровавая поступь этого режима. И мы подходим к Украине и показываем немцам, что это не украинская акция, это не украинская пропаганда. Это международная акция, чтобы помочь Украине победить, потому что только Украина сейчас, только и только Украина может сейчас освободить весь мир от вот этой кровавой чумы, российской. Мы проснулись, на наступный день мы пошли ночевать с мамой в метро, потому что было страшно. Я живу біля Борисфолю, там очень сильно были вибухи. Поэтому, когда я уже понимала, что мысли заканчиваются, трое попытались помогать, развозили продукты. И тогда, что была терророборона, что-то делали, собирались с соседями, как-то помогали. Потом я понимала, что я начинаю сходить с розумом, от страха. Действительно, в какой-то момент стало очень страшно, мы решили уезжать. Эмоции, когда мы уезжали за кордоном, мы пересекли Польшу, я увидела літак, я потеряла просто сведомость. Было очень страшно. Конечно, до всего ты привыкаешь, но я не могу привыкнуть с думкой, как люди привыкли до войны. Как люди могут продолжать спокойно жить, начи, чтобы ничего не произошло в нашей родной стране. Жить нужно, мы должны развиваться, мы должны работать, мы должны помогать. Украинцы из Украины реагируют на то, что я из Москвы, хотя я не единственный, у нас здесь довольно много. И я единственный с русским паспортом здесь. Украинцы из Украины реагируют абсолютно нормально и разумно. Даже те, кто пострадал, здесь очень многие люди приходят, плачут, мы пытаемся их успокоить. Хотя в нашем лагере этот лагерь же не я только организовал. У нас организовал большой коллектив, где украинцы, белорусы, немцев очень много. А вот украинцы из Берлина реагируют категорически плохо. Я думаю, что не все украинцы, а только руководство украинской диаспоры, которое, ну вот я сейчас могу уже с уверенностью сказать, пусть даже в суд подают, пойдем посудимся, что они стоят на страже Кремля, интересов Кремля. Потому что они в первый же день объявили, когда я их пригласил к нам для соучастия, дал все наши стенды, содержание всего того, что у нас здесь есть, пригласил к соучастию, к соавторству. Они через сутки после того, как я их пригласил, объявили, что это прокремлевская акция и что мы прокремлевские агенты. Почему? Ну вы знаете, это тема, наверное, отдельного репортажа, причем я надеюсь, что в качестве соавтора будет кто-нибудь из представителей Службы безопасности Украины. Присоединиться к нам можно просто прийти, к нам можно, ну если можете, какие-нибудь деньги переведите, потому что нам нужно бензогенератор и так далее. Приходите, станьте соавторами, соорганизаторами, соучастниками. Приходите, сидите здесь, приходите, ночуйте здесь, приходите, помогайте нам организационно, приходите со своими идеями.